Сегодня с самого утра у касса стадиона дежурили небольшие группы питерских болельщиков. До последнего момента фаны не теряли надежды приобрести билеты. Однако повезло не всем. В продаже остались лишь вип-места, цена которых от 1600 гривен. Самые опытные позаботились о билетах заранее. Говорят, что предстоящий матч очень важен для обеих команд, поэтому они не могли его пропустить. Ради такой встречи некоторые из них пошли даже на жертвы. Это будет переломный матч в целом в этой группе, потому что шахтеру терять нечего. А с ними надо побеждать обязательно. Отпуск пришлось взять 10 дней, мне все выделили специально, чтобы поехать это поболеть. Подготовилась к сегодняшнему матчу и донецкая милиция. По их подсчетам поединок посетит около 3000 болельщиков из Санкт-Петербурга. В связи с этим правоохранительные органы перейдут на усиленный вариант несения службы. Всего же охраной общественного порядка вокруг стадиона займется около 200 человек. Задействованы также и дополнительные отряды. Будут задействованы достаточное количество личного состава. 6 конных нарядов милиции, кинологи с собаками, а также дополнительные силы в соседних городах. Для тех болельщиков, которые не попадут на Донбасс-арену, будет организована специальная фан-зона. По словам руководства арены, впервые на соседнем спорткомплексе Олимпийский будет вестись прямая видеотрансляция матча. Это наша инициатива, одобренная УЕФА, одобренная руководством милиции областной, для того, чтобы избежать конфликтов вокруг стадиона, для того, чтобы дать возможность, хоть какую-то возможность, приезжим гостям города посмотреть матч. Они могут комфортно, под навесом, поскольку ожидается дождь, под навесом просмотреть матч, поддержать любимую команду и не выплескивать не очень положительные эмоции, я думаю, потому что они не попадут на Донбасс-арену, на территории города и вокруг Донбасс-арены. Болельщики из «Шахтера» и «Зенита» понимают, что этот матч станет определяющим в борьбе за выход их любимого клуба в плей-офф Лиги чемпионов. Понимают и то, что мотивация у обеих команд будет самой высокой. А это значит, что они станут свидетелями нешуточного противостояния. Александр Андрей Кораблев, Георгий Жилич, Панорама.